Совет Безопасности ООН готов принять резолюцию в поддержку договоренностей с Ираном по его ядерной программе. Уверенность в этом выразил сегодня постоянный представитель Великобритании при ООН. При этом дипломат подчеркнул, что в Лондоне, цитата, «очень довольны сделкой с Тегераном». Как его назвали, предварительное соглашение с Исламской Республикой было достигнуто в эти выходные. Иран и шестерка западных посредников утвердили план действий, направленных на снятие напряженности вокруг ядерной программы Тегерана. Документ, рассчитанный на шесть месяцев, уже называют историческим прорывом. При этом своей победой его называют как западные дипломаты, так и представители Ирана. О том, как отреагировали на соглашение в США, мы узнаем у моего коллеги Евгения Маслова. Женя, Израиль, как известно, осудил сделку, а все ли в США разделяют международный оптимизм? Да, вы знаете, Роман, разумеется, критики соглашения, достигнутого в Женеве, нашлись и в США, разумеется, в стане оппонентов президента Барака Обамы среди республиканцев. Основные претензии сводятся к тому, что Иран, якобы, получил смягчение экономических санкций в обмен на сравнительно косметические уступки, а также к тому, что США не учитывали в достаточной степени мнение Израиля, главного союзника Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Но, тем не менее, несмотря на эти скептические замечания, они не перевешивают в целом довольно положительный настрой, положительную реакцию на прорыв в вопросе с иранским ядерным досье. Западные страны Иран нашли общий язык. Компромисс достигнут, но что дальше? Вопрос, который теперь задают на Капиталистском холме. Соглашение, заключенное в Женеве, будет действовать полгода. На это время Тегеран обязался прекратить обогащение урана более чем до 5%, уничтожить его запасы, обогащенные до 20%. Если эти цифры перевести на простой язык, это означает, что Иран не будет обладать ураном, обогащенным достаточно для того, чтобы создать начинку для ядерной бомбы. Американский президент, обращаясь к нации, заверил, что решение принималось в том числе в интересах Израиля. Дипломаты открыли новый путь в направлении создания более безопасного мира, нового будущего, которым мы можем быть убеждены, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер и что у Ирана нет ядерной бомбы. В рамках Женевского соглашения Иран обязуется также приостановить производство плутония и центрифуг для обогащения топлива, допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты, в том числе на заводы и урановые шахты, а также приостановить строительство новых объектов в Араке. Запад в ответ смягчает санкции, открывая Тегерану доступ к ранее замороженным многомиллиардным активам, давая возможность Исламской Республике возобновить торговлю нефтью и золотом. Это главные источники дохода страны. Министра иностранных дел Ирана после переговоров в Женеве на родине встречали ликованием. Нам удалось преодолеть кризис и теперь перед нами открываются новые горизонты. Мы отстояли право на мирный атом и смогли увидеть международное сообщество, что преследуем исключительно мирные цели. Россия и Китай приветствовали договоренности по ядерному досье и с одобрением встретили в Евросоюзе и в ООН. Теперь, как считают эксперты, достигнутое в Женеве соглашение явно ослабляет многолетнюю конфронтацию между Западом и Тегераном. Исламская Республика получается теперь уже не страна, а изгой. Но этот статус будет закреплен официально лишь спустя полгода, если Иран выполнит все взятые на себя обязательства, в чем скептики, впрочем, пока сомневаются, как в Израиле, так и в США. Следует добавить, что Вашингтон на критику отвечает еще и тем, что приостановка работ на ядерных объектах Ирана в любом случае лучше, чем ничего, чем холодная война, грубо говоря, с этой страной. В любом случае, Вашингтон остается и отходной путь. Если в течение шести месяцев Иран будет саботировать достигнутые договоренности и отказываться их выполнять, то Вашингтон готов в полном объеме восстановить экономические санкции и, более того, сделать их более жесткими. Роман? Евгений, благодарю Вас. Мой коллега Евгений Маслов о том, как на Западе отреагировали на подписание соглашения с Ираном.